Я приветствую вас в очередной раз. Я очень рада, что вы со мной, что вы слушаете, что вы слышите. И желательно повторяли бы иногда за мной то, о чем я говорю. Иногда я говорю специально, очень-очень медленно, для того, чтобы вы могли следовать. И энергетически моему посылу, а также той уникальной информацией, которую я вам даю. Сегодня мы затронем тему женских даосских практик над хиней. Это очень-очень-очень важная тема. Кстати, она будет интересна не только женщинам послушать, а также и мужчинам. Так что мужчины четко поймут, какая мудрость заложена здесь. Итак, все-таки. Как же восстановить свою женскую энергию? Если вы хотите начать омолажиться, я думаю, что этого хотят все, и восстанавливать свою женственность, очень замерзнуть. Постарайтесь ложиться в 22.00 вечера, потому что именно с 22.00 до часу ночи – это то время, когда идет восстановление женской гормональной системы. Если вы регулярно ложитесь далеко за полночь, то вряд ли вам удастся долго оставаться энергичным и выглядеть молодым. И вы либо станете подобным мужчиной, иянской, янской, от слова «иньянь» – мужской, женской, либо просто начнете быстро уставать и болеть. Даже зарабатывая деньги, выбирайте работу, которая будет способствовать накоплению женской энергии. Работа, связанная с расширением сферы влияния, агрессивным захватом территории, а именно власти, для женщины связана с взращиванием янской энергии и, как следствие, утери женской структуры. Удивительно, как интересно. Если вы хотите определить, янская у вас работа или нет, то загляните в Камасутру. В Камасутре есть список из 64 искусств, которыми должна обладать совершенная женщина. Посмотрите и узнайте, тем ли вы занимаетесь, если хотите быть успешной в бизнесе и социальной реализации, оставаясь при этом, что привлекательной женщиной. Любые виды деятельности, направленные на сжатие, собирания будут способствовать накоплению женской или иньской энергии. Виды деятельности, еще раз, здесь повторяется, направленные на агрессивный захват территории, будут развивать мужское начало. Пожалуйста, обратите внимание на то, чем вы занимаетесь на своей работе. Учиться управлять своим голосом. В древности для женщин императорского дворца существовали специальные практики работы с голосом. Женщины собирались в беседках и играли в специальные игры, развивающие тембр голоса, который бы возбуждал мужчин и проникал в каждую клеточку его тела. Женщины учились говорить из матки и из сердца. И те, кто с успехом осваивали эту науку, могли управлять мужчиной, нашептывая ему ласковые и нужные слова. В древних текстах всегда акцентируется внимание, что женщина – это энергия. Мужчина же является той формой, которую энергия может заполнить. Ведь энергия, как вода. Если ей не придать форму, то она просто растечется лужей. Поэтому именно союз мужчины и женщины так важен. Но даже топливо имеет срок годности. Любую энергию, данную нам от рождения, надо восстанавливать и наполняться свежей. Да и качество энергии тоже имеет значение. И если мы хотим привлечь в свою жизнь мужчин высокого социального и материального уровня, то надо и обладать соответствующей женской энергией. А если женщина наполнена активной, янской или мужской энергией, то что она может дать мужчине? Сможет ли она позволить ему переключиться от вечного движения, чтобы дать возможность просто передохнуть и набраться новых сил? Мужчина без женщины – что сосуд пустой? Женщина без мужчины – что лужи на земле? А если женщина хочет быть и сосудом, и водой его наполняющей, будет ли такой сосуд привлекать другой сосуд, чтобы наполниться? Будет ли такая женщина привлекать мужчину? Поэтому для женщины очень важно быть наполненной женской энергией или ииской энергией. Как бы это удивительно ни звучало, но прогулки в прохладную погоду, особенно в дождливую погоду, потому что вода, она ведь тоже несет женскую энергию, полезной для взращивания женской энергии. Очень хорошо умываться куском льда из травяных настоек. Женщине очень важно сбалансировать вертикальные и горизонтальные практики. Желательно отдавать предпочтение горизонтальному положению тела. Это уникально даже для меня, в том числе и в обычной жизни. Пожалуйста, обратите внимание, сколько часов в день вы проводите в вертикальном положении и сколько в горизонтальном. И в каком положении ваше тело находится больше. Если вы занимаетесь женскими практиками и при этом не меняете свой образ жизни, оставляя его янским, то, скорее всего, вы просто пустую тратите свое драгоценное время. Взращивать женскую энергию можно в первую очередь образом жизни, даже всего лишь зная, что такое инское и янское, мужское и женское. Сейчас очень важно. Чувствовать себя женщиной можно в любом возрасте. Ведь женщина – это прежде всего грациозность движений, мягкость голоса, нежность прикосновений, соблазнительность взгляда и еще что-то неуловимое и загадочное, но очень будоражащее наше воображение. Если вы решили заниматься практиками, то это можно начинать делать в любом возрасте. И вы обязательно, обязательно, обязательно получите результат. А лучше всего начать это делать прямо сейчас. Вот таким чудом я хотела поделиться с вами сегодня. Я желаю вам божественных, сладких, прекрасных, счастливых, наполненных осознанностью по вашим другим дней, радостью, которая вас окружает, счастьем, благословением Господу и всем самым удивительным в вашей жизни. Нужно только открыть глазки и проснуться и сказать всему приходящему «Да, да, 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 я люблю тебя». Бедимый, Господи, бедимый. Спасибо вам, ваша Наташа, с любовью и с Богом. До новых встреч. Ваша Наташа.